Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки! Сегодня из двух ингредиентов приготовим вкусный сливочный сыр маскарпоне, который чудесно подходит к любым кремам, десертам и также к любой выпечке. В домашних условиях он готовится проще простого. Получается очень нежный, кремообразный и очень вкусный. А по цене и по весу его значительно дешевле готовить дома, нежели покупать в магазине. Друзья, на моём канале есть много вкусных и простых рецептов и не только сыров. Приглашаю вас подписаться. Нам понадобится сок половинки лимона. Лимон я помыла и отжимаю сок. Если нет такого приспособления, можно отжать вручную и процедить. Понадобится 2 столовые ложки. В кастрюлю наливаю жирные сливки. У меня жирность 33%. И ставлю на медленный огонь. При постоянном помешивании нагреваю. Самое главное не дать сливкам закипеть. Если есть термометр, то температура должна не превышать 80 градусов. Если же у вас его нет, как и у меня, то нужно следить, как только начнётся активное испарение влаги, а на поверхности появятся мелкие пузырьки, то сливки сразу же нужно снимать с огня. В горячие сливки сразу выливаю сок лимона и активно перемешиваю силиконовой лопаткой. Сливки прямо на глазах начинают створаживаться, загустевать. Всё идёт так, как нужно. В миску устанавливаю сито, выстилаю марлей. Слой должен быть не менее 8 слоёв, вернее, должно быть. И сюда выливаю сливки. Плотно укрываю марлей. Если вы хотите получить сыр в более плотной консистенции, то сверху нужно установить гнёт. Вот видите, уже начала отделяться сыворотка. Я же хочу более мягкий, поэтому гнёт устанавливать не буду. Так, чтобы у меня сито не упало, я переставила на небольшую кастрюлю. И убираю в холодильник на 10 часов. Вот, посмотрите, мой сыр провёл в холодильнике целую ночь. И небольшое количество отделилось с сыворотки. А теперь открываем и смотрим, что же получилось. Очень нежный, но просто готовый крем. А по вкусу, друзья, ну это просто замечательно. По весу, смотрите, из пол-литра сливок получается 335 грамм уже вкуснейшего сыра Филадельфия. Так что это намного, конечно, выгоднее, чем покупать в магазине, не говоря уже о вкусовых качествах. Друзья, если видео вам понравилось или было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Всем мира и добра! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok